Аминь 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 Мы жертвуем для этого, мы жертвуем, мы сеем, мы вкладываем. Наше сердце, часть нашего сердца, безусловно, оно принадлежит делу нашей жизни, нашему призванию, нашим работам. Это тоже нормально, это естественно, в этом нет ничего зазорного или греховного. Бог нас создал такими. Наше сердце, безусловно, принадлежит нашему служению, нашей церкви. Мы посвящены нашему Господу. И я слышал разные, знаете, системы ценностей. Кто-то говорит, Бог первый, потом семья, потом церковь, потом работа. Кто-то говорит, разный я. Но знаете, за время моего пути с Богом, я сегодня, наверное, бы сказал так, что все эти сферы одинаково важны, потому что это часть нашей жизни. И невозможно, понимаете, что-то первое, что-то второе в этом, во всем, потому что это все наша жизнь. И я увидел ответ для себя, что мы должны все эти сферы просто посвятить нашему Господу. Написано, мы должны делать все, как для Бога. Это семья, это наша работа, это наше служение. Это все должно быть в Боге. Это должно быть все для Него и через Него. И тогда мы увидим совершенно этот успех. Конечно, это искусство, это другая проповедь. Это искусство, когда нам удается балансировать все эти сферы нашей жизни и понимая то, что мне важно, чтобы в них пребывал Бог. И мы работаем всегда над этим. И это всегда будет, я не знаю, наверное, это самые счастливые минуты, когда все наши сферы нашей жизни, они одинаково посвящены Господу. Иногда что-то бывает, меняется, но мы работаем над этим. И Бог нам помогает, и Дух Святой внутри нас, Он помогает, потому что Он хочет, чтобы мы имели успех. Друзья, смотрите, что еще интересно. Давайте мы откроем Евангелие от Марка, 10 глава, и мы будем говорить уже о жертве, о нашей посвященности. Марка, 10 глава, 17 стиха. Откройте, пожалуйста. Когда входил Он в путь, подбежал, выходил Он в путь, подбежал некто, пал пред Ним на колени и спросил Его, «Учитель благи, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему, «Что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Знаешь заповеди? «Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». Он же сказал в ответ, «Учитель, все это сохранил Я от юности Моей». Иисус, глянув на Него, полюбил Его и сказал Ему, «Одного тебе не достает, пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, последуй за Мною, взяв крест». Обратите внимание на эти слова, «взяв крест». Он же, смутившись от всего слова, интересно, от какого именно? От креста или от того, что все продать, да? Отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Видимо, все-таки из-за имения. Очень интересная история, друзья. Знаете, этот юноша действительно был очень уникальным человеком. Его семья, я думаю, была очень религиозной. Представьте, он встречается с Иисусом, и вот этот диалог происходит, и он хочет пойти за Христом, он хочет иметь жизнь вечную. И ему Иисус говорит о заповеди. И он говорит, Иисус, все эти заповеди я из детства выполнял. Выполняю. То есть представьте, какой был духовный уровень, религиозный уровень у этой семьи, что все эти заповеди, это было частью культуры семьи этого молодого человека. То есть для него это не какая-то была борьба. Ему не нужно было, знаете, какой-то, ему не нужно было брать целый пост там, или какую-то спецподготовку, чтобы исполнять. Он говорит, я с самого-самого рождения, моя семья, она живет по этим заповедям. И для меня нет никаких проблем, я просто живу так. Мы исполняем эти заповеди. Я увидел в этом юноше, знаете, немножко себя. В этом году знаменательный такой год для меня, потому что уже 20 лет, как я в церкви, мы служим, мы посвятились своей жизни Господу, и мы идем за Богом. И знаете, что я заметил? Что есть некоторые вещи в моей жизни, которые стали частью. Ну, к примеру, я приведу несколько примеров. Для меня нет никакой борьбы, что в воскресенье я буду в Доме Божьем. У меня нет искушения, это не сражение. Я вообще уже не представляю, как если настанет воскресенье, и я не буду в церкви. Есть такие люди здесь или нет? Слава Господу за вами. Ну, немного чего-то. Есть вещи, понимаете, когда, ну, они просто стали частью, да, когда они стали, ну, как это назвать, ну, привычкой нашей жизни. Для нас это уже ничего особенного. Это не нужно приложить каких-то суперусилий. Мы просто живем, и это стало нашей частью. Но посмотрите, что делает Иисус. Он говорит этому молодому человеку, он зовет его из обычного, привычного, естественного. Он говорит, перейди в сверхъестественное. Перейди на территорию жертвенности. То, что ты уже сегодня можешь делать, и это стало твоей частью жизни, это не является жертвой. И Иисус зовет его дальше. Посмотрите, очень интересно, ведь если посмотреть, что жертвенность – это черта характера нашего Господа. И я заметил одну очень интересную вещь. Когда Иисус соприкасался с какими-то людьми, когда люди обретали веру в Иисуса Христа, знаете, что происходило с ними? Первый признак их рождения свыше. Знаете, что было? Жертвенность. Помните Захей? Когда Иисус приходит в его дом, Захей открывает свой сейф, там за ковром написано. И он говорит, я все раздам, я кого обидел, я всем. И я понимаю, что сегодня, друзья, это состояние жертвенности, оно должно быть не только, когда мы с вами встречаемся с Иисусом, но оно должно остаться, и я больше скажу, оно должно усиливаться на протяжении всей нашей жизни с Богом. Я вспоминаю, когда только мы уверовали, что мы творили, Господи, какая была, ну, насколько мы, я помню, с одним братом мы всегда ездили вообще без бензина. У него всегда горела лампочка. И я помню, однажды мы едем на Ленина, знаете, там такая горка на Ленина, на улице Ленина горка, и вот настолько мало бензина, что когда мы поднимали, машина начала идти в эту горку, то он стек, он стек самый низ, и, а мы едем, мы всегда служили, знаете, мы всегда служили Богу, неважно, что и как, и как бы, какие бы у нас бы ситуации не происходили в жизни, и мы вот едем на эту горку, и вот этот бензин стекает, и его машина просто глохнет на этой горке. Ну, вы знаете, мы не отчаливались, ну, такая вера, у него бутылочка пустая была, он говорит, не переживай. Он выходит, отстанавливается машина, у него уже полторашечка сбоку, он говорит, а я не знаю, у меня шланга нет, он говорит, не переживай, просто дерни капот, мы знаем, как все сделать. Раз, раз, откачали у него литр опять, снова, и мы снова едем. Однажды мы с этим братом подъехали на газовую заправку, это было что-то с чем-то, он подходит в кассе, кидает деньги, говорит, мне три литра газа. Это, знаете, вы не представляете, какие там злые все были. Тогда еще только газ, ну, это сейчас там очередь, тогда этого не было, и тогда оборудование было, там, когда его включали, пару литров вылетало, и когда отключали, еще пару литров. И он бросает эти, я не помню уже сколько, несколько монет, так сказать И он говорит, 3 литра газа, это, знаете, очень серьезно И мы едем дальше, они такие злые, это заправщику надо идти с манипуляцией Там потери больше, чем заправка, да? Вот так, понимаете, но я понимаю сегодня И можно много, и у нас у всех есть эти свидетельства Когда мы встречаемся с Богом, вот это время первое Да почему Иисус и говорит церкви, именно, он говорит, возвратись к этой первой любви Потому что первая любовь, она жертвенна Я уже молчу, что мы делали, когда мы завоевывали сердца наших будущих жен, да? Когда, и можно говорить о многих, о многих подвигах, да? Когда именно вот в этом состоянии ты находишься, влюбленности И поэтому Господь, Он говорит, что мы должны всегда возвращаться к этой первой любви Чтобы состояние жертвенности, оно всегда было, оно работало всегда Очень интересно, об этом юноше здесь говорится Я никого не призываю, ничего продавать Я просто хочу показать, что говорит Иисус сегодня для нас Иисус, Он показывает, Он зовет этого юношу на территорию веры На территорию жертвенности, друзья И я понимаю сегодня, что есть откровения, есть Божьи заповеди, есть Божье слово Которое мы сегодня уже способны делать на уровне привычки Как они говорят, по обычаю мы шли в храм На уровне, уже стало обычаем Многие вещи настолько стали для тебя естественными Что это не представляет никакого, не нужно тебе никакого усилия предпринимать Но Иисус говорит, я хочу всегда звать тебя на территорию жертвы На территорию веры И я понимаю, что сегодня есть реально в Слове Божьем очень много откровений Для которых нужна живая вера Где нужна жертвенность Друзья, жертва это больше, чем ты и я мы привыкли делать Жертва означает выйти за рамки нашего комфорта Друзья, что еще хотел вернуться именно ко Кресту Смотрите, интересное местописание Матфея, 16 глава, 24 стих Очень интересную вещь говорит Иисус своим ученикам Евангелие от Матфея, 16 глава, 24 стих Тогда Иисус сказал ученикам своим Если кто хочет идти за Мною, отверни себя и возьми крест свой И следуй за Мною Тогда ученики и тот юноша И те люди, которые слышали эти слова от Иисуса Я думаю, что они не могли понять Той сути, которую Что имел в виду Иисус в этих словах Потому что для людей того времени Крест, он лишь имел одно понимание и значение Это был предмет наказания На Кресте распинали разбойников То есть это был предмет казни Но мы сегодня, читая Слово Божье и переживая Мы все пережили именно Когда Иисус был распят на Кресте Тогда крест приобрел еще одно значение Помимо того, что он имеет значение смерти Он еще приобрел значение жертва Жертвенность Потому что Иисус, будучи святым, непорочным Не совершив ни одного греха Написано, он берет все грехи Всего человечества Все наши болезни Все наши немощи И он был распят на этом кресте За тебя и меня Для чего? Чтобы снять вину Чтобы ты сегодня мог прийти к Богу Попросить прощения И обрести с Богом мир Аминь, друзья Так вот здесь интересно Когда мы уже здесь видим Что Иисус, Он говорит, что Если мы не поймем вот этого смысла креста Если мы не возьмем Если мы не будем жертвенными людьми Тогда мы не можем пойти за Христом О чем Он и говорил этому молодому человеку И когда я читаю Ветхий Завет, друзья Я вижу, как жертва Именно жертвенность многих людей Она сделала их великими Божьими помазанниками И можно говорить здесь о Ное Вы просто вспомните Например, если взять Ноя Сто лет он строил этот ковчег Представьте, на то время Это реально какое-то инло Это ни для кого было непонятно И сто лет потратить свои жизни Чтобы строить то, что для других людей Даже дождя не было в то время Даже воды не было рядом Но Бог сказал ему И что этот человек сделал Он приносит в жертву свою жизнь Свое время Свою семью И он берется за это призвание И он входит в него И он посвящается ему Если интересно, так же написано Про Моисея Смотрите, Евреям 11 глава 24-25 стих Очень интересно написано про Моисея Верой Моисей Став взрослым Отказался называться сыном дочери фараона Он предпочел лучше быть притесняемым Вместе с народом Божьим Чем наслаждаться коротковременными Греховными удовольствиями Моисей Он был принцем Представьте, это был принц Египта То какое будущее ожидало этого человека Какая перспектива Я думаю, что многие, большинство людей Мечтают об этой перспективе Но знаете, что написано? Верой Моисей Приносит это все в жертву То есть отказывается от этого И он выбирает призвание Божие Слава Иисусу Христу Смотрите, что написано Интересно Посмотрите об Аврааме Иакова Мне вообще очень сильно нравится Я взял это как за ключевой текст Мне очень сильно нравится Это место Писания Иакова 2 глава 21-22 стих Посмотрите, что говорится о людях Ветхого Завета Я восхищаюсь Я восхищаюсь этими людьми Я восхищаюсь их верой, друзья Посмотрите Иакова 2 глава 21-22 стих Не в результате ли дел Наш праотец Авраам был оправдан Когда положил своего сына Исаака на жертвенник Ты видишь, что его вера И его дела были неразрывно связаны И именно в делах его вера И получила свое совершенство Очень сильно Очень глубокое место Писания, друзья Я думаю, что каждый из вас Желает иметь совершенную веру Так или нет, друзья Потому что Совершенная вера Она способна противостоять дьяволу Она способна проходить, друзья Вера Это самое драгоценное сегодня Что может иметь человек на этой земле Оно драгоценнее написано Всякого золота Всего, что есть И написано, что Авраам Его вера Она пришла в какой момент? Когда она пришла в совершенство? Именно когда он принес своего сына Мы знаем Бог не позволил Чтобы его сын был убит Но его вера в этот момент Именно через жертву Именно через жертвенность Его вера обретает, друзья Совершенство Если ты желаешь иметь совершенную веру Нам нужно учиться Жертвовать для Господа Еще одна мысль О жертвенности, друзья Посмотрите, как смотрит мир На жертву На жертвенность Очень просто Откройте, пожалуйста 1 Коринфянам 1 глава 18 стих Здесь написаны такие слова 1 Коринфянам 1 глава 18 стих Для мира жертва Ибо слово о кресте Для погибающих Ее родство есть А для нас спасаемых Сила Божья В современном переводе написано Что крест Слово о кресте для мира Оно безумие Оно безумие И действительно Сегодня Мир как смотрит На жертвенность Я удивляюсь Что до сих пор Знаете, очень многих людей Знаете, что останавливает? Почему они не приходят Еще в церковь? Они готовы все здесь Все И песни спеть И Ну, в общем, весь Ну, знаете, что самое страшное Для многих? Когда будут собирать Пожертвование Да? Кто-то меня понимает Наверное Я хочу сказать Наверное, и для нас Когда-то это было Тоже страшное что-то Написано для мира Жертвенность Это безумие Особенно Если там нет твоего интереса Если там нет твоего имени Если там еще чего-то нет Друзья, мир Он Для него это закрытая тема И Первый вопрос Когда Ты с кем-то начинаешь Общаться о церкви О служении Знаете, я удивляюсь Взрослые люди Но знаете, что они спрашивают? А вы там деньги туда? Просто хочу сказать всем Не бойтесь У нас Все добровольно Аминь или нет? Так или нет? Скажите, пожалуйста У нас никто никого не заставляет У меня есть родственники Они даже некоторые, мне кажется Боятся, до сих пор со мной видятся Что я их, наверное, как бы Зомбирую или что В глаза долго, чтобы не смотреть Я уже Приходите в гости Не буду ничего Вообще никуда не зову Страшно, видимо Переживает человек Для мира Для нас это благословение Для человека Встретившегося с Богом С Иисусом Христом Мы видим в этом благословение Мы видим в этом силу Божью А для мира Это непонятно Для них это безумие Почему ты должен делать добро Тому, кто его не заслуживает Как понять Возлюби врагов своих Можно перечислять Очень много Когда Иисус начинал говорить Об этих вещах Написано Очень многие люди Вообще его даже Сразу уходили Оставляли Переставали Следовать за ним Потому что Это непонятно Сегодня Для мышления Если говорить о финансах Сегодня Все коучеры Все вот эти Бизнес-тренеры Они все говорят Копи Умножай там А слово Божие открываешь А оно вообще По-другому все говорит И это не я говорю Оно говорит Не собирай сокровища на земле Где моли, ржа Воры подкапывают Написано Богатей лучше В Божье царство И много-много Можно мест Приводить Из Священного Писания Которые вообще Говорят противоположные И кто-то скажет А как это? Для мира Невозрожденный человек Друзья Непосвященный Я еще хочу сказать Даже еще выделю Одну категорию людей Для кого сегодня Жертвенность Она будет сложной Непонятной Это люди С ожесточенным сердцем Это даже Ты можешь быть в церкви Ты можешь быть верующим человеком Это Это может происходить И я хочу сказать Что я переживал Эти времена И в своей жизни Я проходил их Я думаю Что здесь Если мы будем искренны Все поймут О чем я говорю И мы проходим Иногда И мы ожесточаем Наше сердце Что такое Ожесточенное сердце? Это почва Сухая Она засохшая Она не способна Не принять семя Она не способна Дать ему прорасти Она не способна Приносить плоды Друзья Когда мы в обидах Находимся Иногда Нам кажется Что Кто-то считает Что стены должны быть Не серые А розовые Еще разные вещи Знаете Иногда мы думаем Что Именно от нас Зависит Будет ли процветать церковь Друзья Я знаете Одну вещь понял За это время Что церковь Божья Всегда будет процветать А вот вопрос Будешь ли ты Частью этого процветания Это зависит от тебя И от меня Это вопрос Иногда Многие люди Они Бывали Такие люди Когда ты думаешь Ну вот Как я решу Так и будет Да нет Друг мой Это Божья церковь И Бог ее благословляет Написано Если вы не будете Меня прославлять Камни начнут Меня прославлять Вы не будете жертвовать Камни начнут жертвовать Будут приходить Если верующий человек Будет ожесточать Своё сердце Бог открывает Такие источники Которые знаете Никто не Он в пустыне написано Будут течь реки А из А там где будет Течь река Там может стать пустыня Бог бедных делает Богатыми И богатых делает Бедными Друзья Оно все от Господа Благословение у него В его руках Все принадлежит Написано Богу И сегодня Очень важно Брат мой и сестра Чтобы твоё сердце Оно не было ожесточено Для жертвенности Чтобы оно было открыто Я знаю Что это непростой вопрос И иногда Есть разные Предрассудки Есть очень много Надуманностей Иногда Можно даже слышать Какие-то люди Они могут говорить Какие-то вещи Иногда может быть Даже странно выглядит Как это всё происходит Кто-то собрал А куда вопрос А зачем И мы всегда об этом говорим Для чего эти финансы Мы Ну Может быть Какие-то подробности Тут нет времени На всё это Рассказывать Объяснять Но мы всегда можем Прийти К пасцам Служителям И мы можем Получить ответы На свои вопросы Пусть тебя Бог благословит Не живи С ожесточённым сердцем Будь доброй почвой Будь открытым Если ты понимаешь Что это есть В твоём сердце Это ожесточение Непонимание Нужно развязать Эти узлы Поверь Бог тебя хочет Благословить Бог хочет Через тебя Благословлять Свою церковь И благословлять тебя Пусть Бог нас всех Благословит Друзья Когда мы читаем Библию Когда мы читаем Слово Божие Мы видим Что люди Абсолютно разного Финансового уровня Они могут служить Богу Своими финансами Я как-то Приводил эту историю Уже Давайте мы откроем Священное Писание Это Евангелие от Марка 12 глава 41 стих Евангелие от Марка 12 глава 41 стиха И сел Иисус Против сокровищницы И смотрел Как народ Кладёт деньги В сокровищницу Многие богатые Клали много Придя же Одна бедная вдова Положила Две лепты Что составляет Кондрант Подозвав Учеников своих Иисус сказал им Истинно говорю вам Что эта бедная вдова Положила Больше всех Клавших В сокровищницу Ибо все Ибо все клали От избытка Своего А она От худости Своей Положила Все Что имела Все Пропитание Свое Друзья Иисус Здесь учит И показывает Нам Суть Жертвы И были Богатые Были люди У которых Были большие Возможности И В тот момент В тот день Они принесли Столько много На фоне Этой женщины На фоне Этой вдовы Конечно Это было Очень много То что они Положили В сокровище Это выглядело Очень Большим Сокровищем Да Но что делает Иисус Он отмечает Он говорит А вот эта женщина Эти богатые Они положили Потому что у них Настолько много Всего У них очень много Богатства И то что они сделали Это не является Жертвой Они принесли Даяние Они дали И в их жизни Ничего от этого Не изменилось Это Они не вышли Из-за Предела Своего комфорта Но мы видим Об этой Когда Иисус Подчеркивает И говорит Об этой женщине Он говорит А это женщина Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают